В честь юбилея региона музей-заповедник впервые показывает награды нашего региона. Орден Ленина и памятное знамя ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и ВЦСПС в честь 50-летия Октябрьской революции. Обе награды область получила в 1967 году. Памятное знамя стало символом трудовой доблести жителей области. С 1984 года оно хранится во Владимиросуздальском музее-заповеднике. Орден Ленина регион получил за достигнутые трудовые успехи. К 15 сентября 1965 года Владимирская область досрочно выполнила 7-летний план. Орден Ленина и документы к нему пополнили коллекцию музея в феврале. Они были переданы администрации Белого дома. Мы подумали, что орден Ленина как основная награда Владимирской области, она должна стать достоянием всех. А где это возможно и как это возможно сделать? Конечно, передать в музей. Встреча с Светланой Евгеньевной, с губернатором, и я принимала участие в этой встрече, она стала решающей. Награды Владимирской области можно увидеть бесплатно. Выставка будет работать до 22 сентября. Также в честь праздника Владимиросуздальский музей-заповедник преподнес областной научной библиотеке шеститомник об истории 9-го гренадерского сибирского полка. Это издание Владимиросуздальский музей-заповедник преподнес его автор Александр Исаков в начале августа. Полк начал свою историю еще во времена Петра I. Прошел несколько крупных войн, участвовал в Бородинском сражении. После Первой мировой войны был расформирован. В течение почти 30 лет, с 1893 года, полк был расквартирован во Владимире. В книгах прописан почти каждый день его истории, отдельная изюминка его оформления. Великолепное шеститомное издание. Очень достойное, очень величественное. Натуральная кожа, с золотым обрезом. И в этом издании представлены реликвии, которые хранит Владимиросуздальский музей-заповедник. Совсем скоро это издание будет доступно всем желающим в стенах областной научной библиотеки. Руководство библиотеки считает, подобные исторические книги очень важны для исследования истории нашего региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова